привет друзья конечно мне очень хочется помочь вам понимать некоторые вещи которые я уже в своем возрасте понял а вы еще не поняли потому что возраст не тот а может поняли но я думаю что не поняли знаете почему объясняю я спрашивал у отца русской и советской короче механики академика работного что для вас ближе всего как вы воспринимаете мир какими представлениями ощущениями и так далее он мне сказал мне очень близко ощущение сыпучести тягучести но вы понимаете почему он наш отец русской механики и российской механики академик работ но вот что я хочу сказать потому что у вас например тоже может быть что вам близко мир ощущения сыпучести тягучести а у вашего соседа может быть ощущение музыки ближе понимаете и он даже в шуме ветра слышит музыку и в капле воды из крана слышит музыку потому что у него меры ощущения у него восприятие заточено на это а другой гений гений который может часами говорить философии а философии он и пишет книги у него 50 книг по философии а мы с ним разговариваем он 50 книг по философии написал а мы с ним например разговариваем он да 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 и вроде не слышит нас потому что то что например я ему говорю или вы ему говорите ему надо на этом сосредоточиться а а ему трудно на этом сосредоточиться где он не на этой волне понимаете ему надо прикладывать над собой какие-то усилия вот если бы вы ему говорили именно так говорили что были на его волне он бы сразу вас слушал и заслушался вот почему люди не слышит друг друга в основном потому что они чтобы услышали вас им надо сосредоточиться потому что им легче сосредотачиваться в области своих талантов и способностей потому что там им природа помогает а вне этой зоны вне этой области им трудно сосредотачиваться и ничего тут плохого нет так мир устроен так природа человека устроена его мозг так устроен моя задача рассказывать как мы устроены из того как я понимаю может я неправильно понимаю вы просто там напишите свои мнения чем больше мы будем размышлять тем лучше и будем понимать как нам сосредотачиваться легче как нам легче сосредотачиваться в области и которая нам соответствует и которая не соответствует потому что иногда надо слушать какие-то тексты или читать какие-то книги которые надо а нам трудно то не потому что мы идиот нет потому что не то волна ну я так думаю я так думаю вы скажите свое мнение потом я сейчас не для того говорю вы скажите свое мнение чтобы собрать собрать комменты это конечно тоже нужно все нужно нам но это нужно вообще-то и для того чтобы мы начали думать над такими вещами над которыми как я вначале сказал мы особо не задумывались а я чем больше у меня возраста тем больше об этом думаю почему же люди не слышат друг друга потому что они разные заточены зависимости от своих способностей вот есть человек который например чем бы он не занимался куда бы не ходил даже альпинистом куда бы не ходил везде деньги находит на дороге да как дистанта правда и он мне это рассказывает когда мы идем в поход я его работ слушай интересное дело на его зовут и подвела одну сокращенную под слушай как ты это делаешь как-то это находишь а мы идем в лесу и там на горы сейчас будем поднимать он нас ведет не знаю я почему так происходит и потом мы шли шли там наклонился я что-то продолжаете и дальше иду я поворачиваю вот что ты там делаешь много три рубля нашел вы представляете заточен но и альпинист прекрасный бы но шикарно водил нас поход ну я его с таким теплым чувством вспоминаю еще его семью у меня много разных было таких всяких интересных случаев жизни меня там некоторое время назад просили вы почаще рассказываете интересные случаи ваши встречи интересные конечно очень интересные встречи у меня были вот я вам рассказывал как я встречался с терменом который термин бокс создал и сергей зорин мой друг меня с ним познакомил очень давно а сейчас вот сергей зорин ну вот мы с ним там переписываемся дружим столько лет он удивительный человек да но сейчас вот видите фейсбуке закрывают там или что-то еще закрывают и каналы закрывает или что-то еще закрывает а я же сейчас вам собираюсь мы в час романом газенко с величайшим интереснейшим человеком будем проводить вебинар и он нам расскажет и научит нас слышать друг друга слышать друг друга потому что слова которые мы произносим мы по-разному иногда интерпретируем по-разному воспринимаем а он даст нам ключик ключик потому что то чем я занимаюсь методом ключ как раз резко обогатиться по возможностям потому что ключ который даст роман газенко это как раз и работу на уровне сознания это на уровне уже психолингвист и он это даст и мы потом поработаем на этом вебинаре там ну честно говоря я такой вебинар первый раз первый раз такой вебинар когда не просто про ключ как психофизиологический метод который помогает человеку научиться управлять своим состоянием и который мне лично помогает всем помогает потому что я через себя это пропускаю а я кстати говоря необычный человек не тот который переписал где-то и другому транслирую нет я на самом деле через себя пропускаю и необычность моя в том что я очень тяжелый инвалид и так получилось я теперь понял почему я таким стал я понял почему многие своей жизни даже не понимая и всю жизнь ищут причина их проблема жизни и по здоровью и по успешности и прочее в чем же причина они не понимают на самом деле есть несколько причин я потом вам потом расскажу я нашел эту причину я нашел почему я стал инвалидом в результате своей жизни как она у меня прошла и поскольку я оперировался шеи там тяжелая была операция все прочее но я счастливый человек я так рад что я инвалид потому что я использую свою инвалидность как детектор с помощью которую я проверяю все на себе и сразу чувствую я правду говорю не правду говорю и метод который я предлагаю будет работать или не будет работать потому что за мне помогает и господи твой любом другом человеку сократно поможет сейчас дело не в этом вы представляете я сейчас задумал я посоветовался с романом газенко а я сказал ему а что если мы соберем таких выдающихся изобретателей которых я лично знаю и он знает своих там знакомых соберем их и вместе сделаем такой мозговой шторм изобретатели которые ну официально изобретатели которые известны ну тут хорошо что лично я их знаю и лично они ключ применяют иногда много раз я вам скажу такую вещь переломить плохую ситуацию который образовывается и все больше и круче потому что никто в мире не знает что теперь делать потому что мы в такой неопределенности в такой турбуленции а вот они мы соберемся но это после этого вебинара мы с романом сейчас сделала вебинар как понимать друг друга как легче сосоотачиваться я даже лена попросил я говорю о лент говорю выходи там на вебинар во-первых нас всех поприветствующий покажи один короткий прием свой чтобы мы сняли нервномышленные зажимы и легче сосоточились лучше поняли потому что роман он находится в своей гениальности в своем таланте понимаете ему легко об этом сутками сутками думать он в этом может сосоточены и так ему там легко ну там свои трудности в творчестве это другой вопрос муки и кайф творчество это немножко другой вопрос это уже ну другой вопрос а здесь вот как раз таки мы же так не сосоточены может быть вы сосоточены на музыке а может быть вы сосоточены на танцах а может быть вы фантастику любите а может быть у вас сейчас личные отношения вы на них сосоточены а может вы не знаете как буфет починить который сломался и вы там сосоточен может же быть так а как легко сосредотачиваться именно вот как легко сосредотачивать вот об этом для этого надо снять сначала не на мощность арен покажет свой прием мы же тут все всегда так обмениваемся опытом ну хорошо друзья хорошо до встречи